Режиссер Лука де Фуско приобрел несколько лет назад и обратный опыт. Ставил спектакль по русской пьесе с итальянскими актерами. Чеховский вишневый сад был разыгран на ветхой средиземноморской вилле. Сам он говорил тогда, что у него была концепция объединения чеховских мотивов и образа сельскохозяйственного юга Италии, в котором не было промышленной революции. Лука де Фуско к Чехову с высшей степени неравнодушен. И в нынешнем спектакле в театре Мини Вахтангова по пьесе не Чехова, а Эдуардо де Филиппо это бросается во глаза, как только начинаешь его смотреть. В вашем спектакле так много песочно-кремово-белого и полотняного. Я решил, что вы подмигиваете Чехову, посылаете ему привет отсюда, из Москвы. Я не угадал? Так и есть. Я выбрал этот текст среди текстов де Филиппа именно потому, что он обладает привкусом чеховского мира. Я в свое время поставил в Петербурге, в Александринском театре, в Вишневый сад. А это ведь тоже пьеса со множеством малых конфликтов, которые происходят в душах персонажей. Им самим они кажутся бурей, хотя выглядят довольно мелкими. В общем, параллель с чеховскими сюжетами здесь очевидна. Скажите, насколько важен гастрономический мотив в этой пьесе и в этом спектакле? Ведь они все время готовят и едят рагу. Рагу – это искусство соединения нескольких продуктов. А семья – это результат совмещения нескольких людей. Результат может быть плачевным. То, что я говорю, это не слишком притянуто за уши. Очень важный мотив. Нет, ничего не притянуто. У Эдуарда де Филиппа вообще очень часто еда и питье становятся узловыми темами и символами. В пьесе «Призраки», например, есть монолог о кофе по-неаполитански, который является таким же важным философским фрагментом. А здесь, в нашем спектакле, это действительно монолог Розы о приготовлении рагу, которым начинается первый акт. Есть еще одно наблюдение, которое я хотел бы проверить. Похоже, вы пытались превратить российских актеров в итальянских. С их экспрессией, активной жестикуляцией. А на самом деле? На самом деле, я не хотел, чтобы актеры русской школы обезьянничали, притворяясь неаполитанцами. Но, с другой стороны, вы знаете, я увидел в их манере заметную тенденцию к преувеличению. Они актеры-экстраверты, они укрупняют черты, они повышают тона. Я думаю, что это черта русской школы. Но дело в том, что это же и черта неаполитанского театра. Так что я старался только избавить актеров от стереотипных представлений о неаполитанцах. Я, как скульптор, убирал лишнее. Теперь два слова о публике. Вам и прежде было что-то известно о том, как российская публика относится к итальянскому искусству, а вообще и к театру итальянскому в частности? Да, конечно. В Петербурге я уже дважды испытал свои спектакли на русской публике. Я уже успел заметить, что русская публика очень тепло встречает наших актеров. Очень часто несет цветы актерам, что в итальянском театре большая редкость. Любопытство, заинтересованность, вовлеченность в театральный процесс – это, на мой взгляд, черты русской публики. В Италии, к сожалению, мониторы, телевизоры все больше заменяют живое театральное общение. Мы чувствуем холодность. Наша цивилизация теряет сердцебиение культурной жизни, которая в России довольно ощутима. Грация. Спасибо. Спасибо. До скорого.